Белые порошки, оборудование для фасовки, упаковки с названиями лекарств и наклейки со знаками качества. В товарном виде эти лекарства мало отличаются от оригинала. Профессионалы видят поделку по еле заметным признакам. Подобные лекарства чаще всего продают через интернет-аптеки. Это сегодня основной канал сбыта фальсификата. К сожалению, с фальсифицидными препаратами или пустышками можно встретиться и в аптеках. Это препараты, которые часто идут с индексом гомеопатические препараты или биологически активные добавки, потому что их не надо сертифицировать по всей методике, которая прописана в государственной фармакопии Российской Федерации. У них, скажем так, путь до прилавка по упрощенной формуле идет. В России продается очень много лекарств, о которых мы знаем недостаточно. Их эффективность и безопасность не доказаны должным образом. К сожалению, многие врачи назначают лекарства в пустышке, поэтому лучше сразу задать доктору несколько вопросов о препарате. Например, используется ли он за рубежом. Сейчас не рекомендуется назначать гомеопатические средства, поскольку их клиническая ценность не доказана. Не рекомендуется значительно назначать при заболевании гриппом ОРВИ иммуностимулятор тоже из-за низкой доказательной базы их активности. Есть подделки, которые содержат лекарственные вещества, но либо их меньше, чем нужно, либо они заменены на другие компоненты. В соцсетях ходят там картинки дешевое средство, дорогое средство, где действительно одно и то же фармакологически активное вещество. Не всегда они заменимы. Дело в том, что могут быть разные дозировки и полтаблетки там в одном, полтаблетки в другом будут совершенно разные дозы иметь. Несмотря на то, что лекарства нельзя возвращать, как и многие другие товары, в этом правиле есть исключение. Если препарат плохого качества, в аптеке могут вернуть деньги. Но лучше всего обратиться в Росздравнадзор. Диана Шилова, Анжелика Савельева, Ленардо Литьяров, Универньюс.